приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня мы с вами приготовим домашний гермейстер достаточно популярный напиток кстати признаюсь честно я до сих пор еще оригинальный гермейстер не пробовал и поэтому разок расскажу вам небольшую предысторию данного рецепта как вы знаете мы живем на украине и вот 120 километрах от киева в таком достаточно отдаленном умирающим но практически уже умерщем селе у меня живет родной дядька в общем он меня пригласил в гости но как мы туда ездим время от времени он меня угостила гермейстером мы ужинали и дядька в возрасте уже мужик крепко в возрасте ставит на стол бутылочку гермейстера человек он не богатый и меня это удивило как я уже говорил я гермейстер сам не пробовал до сих пор я спрашиваю его дядь а что это такое он говорит ну попробуй скажешь мне я пробую очень вкусный напиток на вкус но оригинального вкуса я не знаю и продолжаю пытать дядьку для него было откровением то что я не пробовал до сих пор этот напиток но на самом деле я больше люблю какие-нибудь вискари ликеры как-то не приходилось некоторые пробовал некоторые нет в общем суть всего вышесказанного такова мой дядюшка утверждает что вот он изобрел и раскрыл настоящий клон и гермейстера на самом деле этот напиток его рецептура держится в строжайшем секрете готовится он из 65 трав и всяких других составляющих но как настойка вот здесь вот куча всего куча всех ингредиентов которые мне дядя расписал на куске газеты причем газета была не поверите правда 82 года издания поэтому мы сейчас сделаем следующее я сейчас приготовлю и гермейстер по рецепту моего дяди он будет долго достаточно делается где-то три месяца на все это уйдет через три месяца я куплю бутылочку гермейстера настоящего и мы с вами сравним результат вот то что у нас получилось с оригиналом ничего не могу сказать первый раз вот делаю видео таким образом мне самому интересно сделать именно так вначале сделать гермейстер домашний а потом сравнить его с оригинальным часа постараюсь вам перечислить всю эту кучу ингредиентов но смотрите все ингредиенты навеску из расчета на литр спирта вы сможете найти по ссылке в описании ролика будет ссылка там будет написано текстовый рецепт тут переходите на наш с ларисой текстовый блок и там будет вся навеска всех ингредиентов и плюс к этому будет ну такой достаточно простенький рецепт приготовления как настаивать сколько настаивать когда на щепу помещать и так далее и тому подобное за основу я беру литр спирта это 95 с половиной процентов спирт приготовленный в домашних условиях а сейчас давайте попробуем быстренько пробежаться по ингредиентам я вам вкратце расскажу что мы будем делать и после этого приступим к приготовлению я буду рассказывать вначале то что я помню а потом то что не помню почитаю по записям и так нам понадобится имбирь корица бадьян гвоздика розмарин тмин далее зерна мака вот такой вот шафран он называется азиатский шафран или индийский шафран то есть это не настоящий шафран который на весь золото ларис как это правильно называется бенгрельский шафран далее друзья кориандр анис цедра апельсина вообще правильно использовать цедру горького американского апельсина но естественно такой цедры у нас нету поэтому используем обычную цедру апельсина листики вишни листики малины листики черной смородины это те ингредиенты которые у меня были вот эти ингредиенты я купил в аптеке здесь ромашка мята ягоды можжевельника веточки черники и шалфей вот собственно говоря такой небольшой совершенно небольшое количество ингредиентов приступим несмотря на то что мой дядя человек советской закалки шутник он еще тот и я реально понимаю что он мог меня просто подколоть так что мне надо истолочь ступки зерна гвоздички это вот все разминаю в ступке я немножко измельчил кориандр ягодки и теперь мелко нарежу сюда имбирь и пока буду резать расскажу два слова про своего дядьку самогонщик еще тот я еще помню я пешком под стол ходил 80-е годы если дяде нужно было срочно вот срочно друзья позвали на рыбалку ему срочно нужна водка на завтра буквально что он делал он брал дрожжи сахар закидывал это все в тетину стиральную машинку я не помню как она называлась центрифужного типа такая старинная древняя за два за три часа у него отбраживала водка к вечеру он ее перегонял и на следующее утро он ехал на рыбалку или на охоту уже с готовым самогоном причем получался делал двойную перегонку получался у него этот самогон достаточно сносный но по крайней мере так говорил мой покойный отец так друзья сейчас это все сюда порежу сюда же отправляю палочку корицы для того чтобы ее тоже ухты какая она для того чтобы все это измельчилось и максимально отдала свои эфирные масла нашему напитку не знаю как насчет и гермейстера но пахнет эта штука очень вкусно конечно адово ее в ступке перетирать но сказал что надо хорошо все измельчить всю зеленку также мелко порежу чтобы она лучше отдавала все эфирные масла мне это тоже вкусно пахнет кстати но все подготовительный этап закончен давайте готовить почему-то я себя представил сейчас злой волшебницей которая готовит зелья для привораживания царевны несмеяны ивану царевичу я забыл мак растолочь поэтому сюда еще мака и еще раз короче два года толочь надо потом два года вымачивать с марком потолку его чем дальше я готовлю эгер тем больше мне кажется что это все была шутка потому что когда мне пожила пожилой человек написал все это но она выглядела конечно правдоподобно особенно на фоне бутылочки очень вкусной которую мы и приговорили за вечер вот но когда я сделал навеску и посмотрел количество ингредиентов чего-то мне кажется что все-таки злая шутка я думаю спирт сейчас просто офигеет ни один спирт мне кажется не видел еще такого количества интересных ингредиентов если вы на этом этапе сейчас говорите все выключаю видео напишите хотя бы свой коммент но если вы знаете что я делаю фигню или подозреваете обоснованно что делаю фигню напишите почему вы так думаете если кто-то уже готовил гермейстер в домашних условиях рецепт студию так ну чё это тоже порежу наверное помельче хотя наверное это и лишнее в общем друзья все это в темное место как обычно для любой нормальной настойки блин она так вкусно пахнет я вам хочу сказать не знаю что получится серо-бура малиновая но пахнет реально фантастически все это в темное место на две недели каждый день взбалтываем но такая вот ситуевина встречаемся через две недели прошло почти три недели эйгер настоялся пахнет очень круто ну как эйгер наверно это все-таки какое-нибудь жалкое подобие получится вот такой вот он цвет имеет теперь его надо процедить первый раз процеживаю просто через дру шлачок чтобы отделить всю вот эту вот весь жмых и для того чтобы убрать всю взвесь оставшиеся от трав процежу через фильтр для кофе предварительно так как классический эйгер настаивается год выдерживается год в дубовых бочках засыплю в банку примерно чайную ложку щипы думаю этого будет достаточно процежу весь напиток через фильтр для кофе и оставлю для выдержки примерно на месяц полтора точно так же в темном месте конечно долго сейчас будет процеживаться вот я его процежу и в темное место где-то ну наверное на полтора месяца несколько раз буду аэрировать компрессором от аквариума для того чтобы напиток получал окисление имитировать эффект дубовой бочки после этого добавим карамель и будем пробовать прошло полтора месяца и мы приступаем к заключительному этапу я приготовил специально для сравнения бутылочкой гермейстера она нам понадобится через несколько дней далее друзья готовим карамельный сахар то есть карамелизируем сахар я взял готовый пивоваренный карамельный сахар вот такой вот предварительно потому что я достаточно долго растворяется растворил его в одном литре фильтрованной воды переливаем это дело в банку и сюда же отправляем приклеилась вкусно так пахнет я вам передать не могу смотрите какая она по цвету зеленоватая сюда же отправляем наш гермейстер после этого оставим его стабилизироваться примерно но дня на два на три и приступим к дегустации через два дня вся взвесь вот это вот которая осталась от травки до которой я поднял при разбавливании при разбавлении или при при разведении она села и нам предстоит самая адовая часть рецепта самое неприятное самое нудное процедить наш гермейстер каждый использует свои варианты процеживания можно использовать ватку в воронке я использую фильтры от кофе так как он уже с некоторым количеством сахара процеживаться он будет очень неохотно то есть процедура это там я всегда ставлю его и чем-то занимаюсь бросаю это дело занимаюсь другим каким-то делом и время от времени просто пополняю воронку процедим еще раз друзья он так пахнет просто божественно я не знаю какой он на вкус получился еще не пробовал кстати сейчас попробую потому что через два дня мы будем дегустировать его и определять с вами получился и гермейстер или нет через два дня можно приступить дегустации напиток немножко осветлился остаток взвеси осел на дно сейчас при разливе по бутылкам я его еще раз процежу но перед этим продегустирую как я вам уже говорил я никогда не пробовала гермейстер и поэтому сейчас вскроем эту бутылочку специально не открывал его чтобы не было никаких обвинениях в инсинуациях так ну по цвету есть явные отличия смотрите значит отличие связаны с тем что и гермейстер выдерживается в бочке достаточно долго у меня напиток простоял на щепе мало то есть надо либо щепу сильной обжарки либо вообще идеально его в бочку либо же дольше подержать на щепе очень хотелось попробовать так по аромату по классике понятно у моего напитка запах более резкий более яркий здесь он более мягкий запах один и тот же аромат ну вот я могу сказать что попадание в аромат четкая просто у моего напитка но кстати здесь то у нас 35 градусов до здесь у меня где-то 45 градусов его по большому счету еще надо развести попадание в аромат идеальная просто идеальная так ну что момент истины и тут я позволю себе прерваться я согрешил и попробовал ликер за кадром две основные ошибки мои следующие первое это он очень крепкий он получился 45 градусов а должен быть 35 и второе он недостаточно сладкий поэтому я процедил его еще раз чтобы всю вот эту вот здесь отсидеть и и делаю следующее беру 300 миллилитров воды развел в нем в ней еще такую же порцию сахара и добавляю сюда для того чтобы сделать ликер ну карамельного сахара для того чтобы сделать ликер более сладким он опять немножко изменил цвет но через два-три дня это пройдет и теперь можно пробовать как видим цвет стал еще более светлый но за счет того что его разбавил и так друзья оригинал по запаху они очень похожи запах подделки скажем так он немножко более насыщенный здесь запах более мягкий теперь я думаю я вывел по сладости и вкус будет совпадать идеально да так и есть вкус ликеров полностью идентичный по сладости и по крепости ну конечно когда он с сахаром уже его ставить на щепу нет смысла поэтому но очевидно что надо использовать либо щепу сильной обжарки либо же что я давно не пил либо же дольше времени подержать на щепе конечно идеально это полгодика в бочке тогда получится результат потрясающий домашний гермейстер получился ну практически не отличим отличие можно уловить только держа в руках две рюмки ну и по цвету явные отличия что я сейчас сделаю оставляю его еще на два дня чтобы вот это вот муть осела она осаждается так всегда происходит когда добавляешь сахар и не знаю если честно как такой процесс называется точно так же у меня происходит зубровкой после этого разливая его по бутылкам и начинаю обманывать своих гостей друзья но все это конечно же сделаю уже за кадром на мой взгляд качественная подделка на гермейстер имеет право на жизнь поэтому предлагаю вам приготовить ликер по этой рецептуре в домашних условиях смотрите в текстовом рецепте я сразу же количество сахара удвою чтобы у вас не было и количество воды подкорректирую чтобы вывести идеально спиртуозность его и чтобы он был достаточно сладкий так как я никогда не пил настоящий ликер я не ожидал что он будет такой сладкий я думал что он все-таки как бехеровка и поэтому количество кармельного сахара изначально подобрал неправильно ну вот собственно и все приготовьте гермейстер у себя дома копию гермейстером потому что гермейстер мы готовить не можем и напишите в комментах насколько вы считаете схожим его с оригиналом а мы друзья с вами прощаемся не забудьте нажать на колокольчик чтобы получать уведомления о наших новых интересных видео и конечно же если вы не подписаны обязательно подпишитесь на канал а мы с ларисой продолжаем готовить для вас вкусные сыры колбасы и домашний алкоголь всего доброго пока